И по совести. Когда апостол Павел писал это послание, в Риме был господствующий, рабовладельческий строй. Были господа и рабы. И вот это слово его, оно распространяется на все эпохи. Феодальный строй, крепостнический, социалистический, демократический. Одинаково. Речь идет, как относиться к начальствующим. Начальник ушел, сели, куриц. Начальник на горизонте, четыре руки молотят. Это по-советски. А апостол Павел дает наставление прихожанам, верующим, изменить отношение к власти. Безвластие это самое страшное, что... Самая плохая власть, ее даже сравнить нельзя с тем, когда безвластие. Безвластие погуляют банды по сто с лишним человек. Это смутное время называется. И тогда люди начинают сами какую-то власть образовывать, самообороной заниматься. Жить невозможно. Безвластие. Железные дороги остановились. Никто ничем не занимается. Ни один автобус на маршрут не выходит. Власти нет. И когда сегодня говорят, сегодня безвластие, люди не понимают этого слова. Я говорю, я тебе очень докажу легко. Я добыча на улице автобуса, я скажу, у него свой маршрут. А кто его назначил? Молчит. Ну ты высшее образование имеешь. Значит, есть автопарк. Есть диспетчер. И городская администрация назначает на какой маршрут. А который участники, они уже выбирают, где ему легче. У него больше свободы перед движением. Вот сейчас идут ученики в школу. В школу кто назначил? Есть директор. Директора кто ранного? Ранов кто назначил за ранного? Значит, власть. Это все власть. Это люди гребенники. Они получают деньги от государства. Ты не понимаешь, что ты говоришь. Для нас закон, священное писание, 13 глава, послание к криминам. Она всех ставит на свое место. Мне не нравится сегодняшняя власть. Это абсолютно антинародный режим. Страну отдали на разграбление евреям. Но не годится так. 70 лет трудились за 1 рубль. А теперь все отдали. Все электростанции. Все недры земли. Все отдали. Но не по совести. На этом власть. Я с этим соглашаю. За оружие не брать. Я только в это могу призывать. Да, грабительский режим. Это и так понятно. Об этом пишут. Повторяю. Надо напоминоваться не из страха, что накажут. А по совести. А вот сразу и вопрос. А что такое совесть? Вы думаете, так это понятно? Вы разочните разговаривать со своими знакомыми. Скажи, напиши на бумаге совесть, тире, что оно означает. Ведь ни один не напишет. Он начнет, когда вроде где угодно. Святые обвиняют по-разному. Я тоже этим занимался. Я не первый год верующий. Я говорю, вчера в 5 вечера мне вспомнилось. Ровно 46 лет, как я обиды получил в руки. Я ее увидел. Это большой срок. Если по 5 лет учиться в институте, это я уже, наверное, 9 институтов поискал за этот год. Я нашел для себя такое выражение. Суммируя все. Совесть. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Мысленно повтори. А потом попытайся найти лучшее, если найдешь. Но пока мне никто лучшее не представил. Это понятно. Это значит, в душе у меня есть какой-то отдельный участок, который можно раскрыть. А можно его и похоронить. Написано, сожженный в совете. Там уже один пепел. И иногда на человека говорят бессовестный. Ну, у православных по-другому иногда говорят. Креста на тебе нет. Поэтому позаботьтесь, чтобы крест на вас всегда был. Проверяйте детей, чтобы ни одной минуты без креста не было. Ни в вами, ни где крест не снимать. Я не привязан к крещам плотским. Но так положено. И во время крещения на тебя надевает крест. Даже пояс не проверяет. Только крест. Это напоминание о моем любимом. Тот, который поразил сердце мое любовью. Крест. Всюду и везде. И это по совести. Вот все, что с детьми, это по совести. Я занимался много лет собаками, дрессировкой. Но еще не участвовал на соревнованиях. И увидел человека, у которого собака вся усеяна медалями. Как иконостас на ней. Я говорю, где же ты такую красавицу-то взял? Он говорит, я в одной деревне был, лежу на привязи собак. А собаку нельзя на привязи держать без прогулки. Она дурнее. И человек, который волю свою не использует, он дурной человек. Потому что Бог дал ему хозу человеку. И как-то определенно. У него опыт большой. Он по всему Союзу ездит, наступает, нигде. Я подошел к хозяину, спросил. Они говорят, она очень злобная. Он показывает, у него шрамы, настоящие шрамы, как она его собаку кусала. И он ее сделал чемпионом. Вы понимаете, что никогда не надо отпускать руки. Какой бы ни был человек заброшенный, ты молись, молись. А тем более ребенок в твоей семье. А мне некогда детьми заниматься. Как, за чать было время? Кормить, кормишь, а заниматься некогда. Я его спрашиваю. Он немец. Это такая нация, которая любит точно. Я говорю, а как ты на работе-то работаешь и собакой занимаешься? Он говорит, на работе-то у нас с теми. А я стою 4-5, 2 часа в утром отдаю собаке. Если собаке 2 часа человек отдает, а то в памяти у меня осталось. Понимаете? В памяти. У него собака повредила ухо, ее не принимает. Я купил ее его. Почему мне это там близко? Заниматься надо. И это по совести. Сокращай себя. Воскресный день, кое-кого не рамят. Ну, у нас все, слава Богу. Не по совести это. Бог нас хранил. Нам установлено от Бога праздновать один день. Это божественная суббота, воскресенье. Я умоляю, особенно те, которые на полях работают. Скрипят сердце, поблагодарите Бога и не езжайте на поле. А погоды нету. От Бога зависит погода. Бог не дал бы, сегодня погоды не было, а ты бы успокоился. Бог дал, чтобы испытать нас. Сказать добровольно, я выйду или не выйду. Завтра даст. Вы так работаете до утра. Дружинники все хорошие. Суббота Господня. Щепки собирал, какие-то вышел, сучки, его сразу убили. Это наше воскресенье. Те годы мы опускали голову, ничего нельзя делать. Ни техники, ничего нам помогали. Это по совести. Нас Бог сохранил. Не мне это надо, это тебе надо. Ты пойдешь, и тебе ничего больше не буду говорить. Я просто буду скорбеть и плакать. Суббота принадлежит Богу. Она входит в десятисловие. Написано, храни субботу. Если хочешь быть благословенным. И это по совести. Мы христиане. Христиан по совести. Я со мной или не согласен в православии. Но я православный. И никакого рукавства. Я обязан это исполнять. Вот она икона есть. Сказали по совать. А каждый буду целовать. А если бы сказали убрать, я сказал еще и лучший. Без икон. Никуда бы не отвлекать. Но я православный. Пусть они будут иконы, они нам нужны. Свечки вот эти зажигаются. Тем более, видите, как горит. Чуть она покачнулась рядом бумажной иконой. Она загорелась. За историю христианства. Чуще храмов сгорели от этих свечек. Они не нужны здесь совсем впереди. Но она есть, нам положено, пусть будет так. Я православный буду внимательно смотреть. Видите, тушат. Пока фитиль не погаснет, я не пойду. По совести. От одной искры можно договориться. Совесть везде требует применения. Ее надо все время тренировать. Ее все время надо, как на наждаке, держать. И встречаться с людьми, которые могут обличить. Они так обличил, я к нему в гости не пойду. Не по совести. Я обличил тебе или сказал, ну, для тебя же. Книги выходят, надпись. Собрались там, патриарх, все ставят. И написано, все это, беще, унесется ветер уже. А как вы могли сказать так? Не я сказал, Бог сказал. Но почему мы к этому? Я автор. Зачем ты меня допытываешь? Если бы я написал, плохой патриарх, плюйте на него. Ты бы сказал, как ты мог так поносить его? Я тебе слово Божие сказал, пророк сказал. А тут еще непонятно. Говорится, на которое надеетесь. Может быть, они надеются на другое сборище. Даже еще непонятно, кому. А ко мне уже претензии со всех сторон. Не по совести это. По совести это довериться Богу. Это слово Божие. Мне поздравительные дали, поблагодарили за занятие и написали. Дабы проповедовать другим, столомму не остаться недостойным. Понимаете, как это хорошо. Как обо мне люди заботятся. Ты другим говоришь о себе позаботился. Ты понимаешь, до тысячи людей полезны. Дыши своей, до души бесполезны ты. Как Сираков говорит. По совести братья любят меня. До слез они о них проняли. Как они меня любят. Они за мной знают что-нибудь? День себя пьяно ловился. Нет, конечно. Но это слово Божие. Я на еду и знаю, где написано. Я еще и еще раз прочитал. Да какие же они молодцы. Они прямо по совести задели. Проповедуя другим, Павел говорит, самому, чтобы не оказаться недостойным. Вы особенно молитесь за священника, за проповедующего. Вот священника у него занаряжено за 532 года вперед. А у меня за один день вперед месяц. Я каждый день должен думать и менять. Что-то появляется новое. Моя задача достичь совести каждого. Не пройдя твою совесть. Первое послание Петра 2.13-15. Итак, будьте покорны всякому человечеству, начальству, для Господа. Царю ли, как законы и власти, правители ли, как от него посылаем, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. У нас правители. Дети, чтобы знали наших правителей. Президент? Девитри. Там помощниковый был Владимир. Кто в районе у вас? Валентин. Вы должны знать, кто Петра Совета? Игорь. В молитве произносите их имена. Молитесь за начальствующих. Спрашиваю, как их звать? Не знают ничего. Это нехорошо. Они знают даже их патриарха. Ребенка спросить, кто у нас митрополит? Иларион. Некоторые не знают даже. Как не знают? Мусульманин. Мусульманка двухлетняя знает. Значит, не занимаетесь. Ребенок поставлен намного ниже, чем дрессировка собаки. Собака это животное. У нее нет души. Хотя и высокоорганизованное. Бегает за лошадь. Я два раза сухарик кидал, крикнул. Ко мне, ко мне лошадь идет сейчас. Ребенок за лошадь впечатлительный. Дети спрашивают. Вот даже вчера ко мне подойти, там яблоки. Я не каждый спрашиваю. Знаете, как радостно. Я увидел долго дисками. Никто не видит. Я подошел, раз спросил. А что вы долго, у тебя камушки раны? Они говорят, ну да, не раздалбились. А ты чего? А они отвечают, для чего? Экспозиция там какая-то. Я их на две кучи вывел. Они вчера там берут. Смотрят, радуются. Каждый подходит, камушек показывает. Понимаете, это в душе ребенка. Ну, были ли какие-то особые минуты или где-то, пойди с ним. Ребенок пошел по стене, кто с ними. Ну, садись, возьми с собой книжку, пойди посиди. Объясни, что вокруг это есть. Это так интересно. Я сколько раз об этом говорил. Поищите потом, а их нету. Это не по совести. Завести ребенка и им совсем не заниматься. У нас времени нет. Я страшные слова слышу. Заниматься ребенком некогда. Так а вообще зачем тогда нажить? 1 Петра 2,19. Ибо то угодно Богу. Если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Не по совести. А я, христианина, принимаю. Как хорошо, что меня Бог мял. Перед смертью Солженицын еще раз сказал. Какой я счастливый, что попал в тюрьму. И выходя из тюрьмы, он сказал. Благословляю тебя, тюрьма. Я бы не был тем, кто есть. И я бы не был. А как это было тяжело. Представьте, новогодная елка. Мимо меня везут. Только что не в наручниках. И уже навсегда все закрывается. Но Бог дает шанс. И Он выводит человека на пространный путь. Он протирает человека. Как говорят, нашинковывает на мелкое. Он нас так любит. 1 Петра 3,16. Имейте добрую совесть. Дабы тем, за что злословят вас, как злодеи, вы не постажены порицающие ваши добрые жития во Христе. Нас подозят. Сектанты, баксисты, как угодно. Но если мы правильно будем жить, соблюдать все православные наши каноны, то эти же самые попы, патриархийные, сергианцы, через какое-то время они начинают своим говорить и нас в пример ставят. И никто там местный епископ сказал нашему епископу. А я, говорит, их в пример ставлю. А обо мне лишь дошла. Ну, может быть, и не совсем он сказал, что хотел, но совесть ему подсказала. Они за нами ничего не имеют. За нами очень внимательно смотрят. И надо жить по совести. Я прошу в городе, когда бывает, не все время, а когда из храма идете, до дома и дома идите, одетые по форме. Понимаете, разница очень большая. Пустые руки и наполненные. Вот у баксиста хороший есть псалом. Ну, они называют все снопели. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу с ног один в руках снести. Ну, хотел-то или нет. Вы сами посмотрите, кто над родными не трудится, никто не приходит, никого нет. А кто тронится, приходят люди. А через тех людей идет дальше работа. Священники смягчаются. До Германии доходит дело. А так плоды. Ну, конечно, не всегда так бывает. Бог по немощи нам дает. Видите, при жизни радуются. Первая царь 24, 5, 6. И говорили Давиду люди его. Вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам рога твоего в руки твои, сделаешь с ним что тебе угодно. Давид встал, тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после всего больно стало сердце Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Люди, подходившие к нему, это были друзья, которые жизнь полагали для Давида. И они напомнили слова, нечеловеческие, божественные. Бог сказал, предам врагов в руки твои. И вот враг. Ну подними, разреши мне. Овец такой. Я ударом не буду повторять. Одним ударом я его пронжу, копье еще на полметра в землю войдет. Да не бой ты этого, он помазами Божьей. Я могу только молить. Он устыжал его неоднократно. И он приходил в расстояние и плакал с Саулом. И говорил, ты проверь меня. И я понял, что такому совестливому человеку Бог отдаст царству. Я не нужен ему такой. Он с собой ничего не мог поделать, но однако говорил, ты проверь меня, сын мой. Я гоняю за тобой. Готов убить тебя. А я в твои руки был предан. Вся стража уснула. Ты стоял рядом. Ты в край одежды. И то сомневаешься, правильно ли сделал. А ведь Саул-то не сомневался, когда приказал город священничество тереть в свеча земли. Семь тысяч священников он убил. Это был зверь. Я-то в душе его что-то тронулось. От нас требуется быть верным. Богу по совести поступать. Вот по совести. Вот что говорю, вы примите, это от Господа. Это как Господь говорит. Вот просто мы вместе находимся в пещере. Мы не знаем, как они были одеты. Мы только по фильмам смотрим. Но в фильмах очень хорошо иногда показывают. Они исследуют археологические находки, как одевались люди. Как страшно было ему подбирать. А если кто-то праздновался, Давыд был и не вышел. Но он хотел доказать ему. Я по совести поступаю. Я, царь, на тебя руки не поднимаю. Ты напрасно за мной гоняешься. Верующие показали советской власти. А они не враги ей. И в конце концов, сердце Сталина даже дрогнуло. Кто бы это думал, что начнут открывать храмы. Конечно, под своими условиями все. Ну, как-то стало стихать это гонение. Деяние 24.16. Почему и сам я подвязаюсь иметь непорочную совесть перед Богом и людьми. И об этом надо молиться. Мы иногда повторяем молитву. Богородица, Ева радуется. Каноны читают. Радуйся. Да она радуется. Святые радуются. Ну, Господи. В молитву включи свои слова и скажи, Господи, я хочу, чтобы ангел радовался. А ангел радуется, когда непорочная совесть. Я за собой не наблюдаю. Дай мне таких друзей, которые подсказали бы. Покажи место писания, которое бы я заучил, и совесть мою качнула, тронула. Мы на молитву-то становимся иногда неподготовлены. Я стал на молитву одну. Господи, совесть, пробуди во мне. Чтобы я увидел себя. Благодарю за разум, который я сохранил. Как страшно, когда ты без ума, без разума. Впасть в деградацию. Моразм. Ужасно. Все на каждом шагу забывается. И дальше. Господи, ты дал мне таланты, а я не разбил их. Не посовесть это. Покажи, где они у меня. Я все еще не уверен, все ли таланты я свои нашел, разбил, а их надо умножить. Вот мы пристанем пред Господа. Мы слышим, где-то авария, разбились самолетами. И всегда говорим, а это мог быть я. Как ты меня сохранил, Господи. И по совести я должен прославить его. Евреям 13, 18. Молитесь о нас. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Вот как проверяется совесть. Честно. А честно это значит быть благодарным за самое малое дело, за слово, которое сказали. За все, за все. Вести себя честно. Вот это и есть жизнь по совести. И такие друзья стараются иметь. Больше считайте. Сегодня мало считают. Считают, что достаточно того, что я слышу по радио или по телевизору. Ты смотришь. Нет. Ни один фильм не покажет то, что написано в книге. Ни один. Самый лучший фильм. Почему? Там рассуждение. Там духовное проникновение. Молитесь в духе истины. Надо понимать духовно. Вот апостол Павел сказал. Надо бы нам повиноваться. Как они задумались, посмотрели. Отмысленно. В духе перенесемся туда. Сидели они, стояли. Не знаю. Но по всей вероятности сидели. Потому что Павел походил, написано, служитель. И он встал. Встал, значит, сидел до этого. И что дальше было? И как они смотрели друг на друга? А я вчера начальнику сказал, ты не веруешь, еще я тебя буду слушаться. Неправильно поступил. А как теперь? По совести. Подойди и извинись. Понимаете? По совести. Прямо если везде по совести, ты будешь трогать своих клиентов, с кем встречаешься. Все по совести. Я говорил вам, что я нахожусь с начальником, он выходит, что-то ищет. Посиделись. Никогда в кабинете один не оставайся. Никогда. Даже хорошо знакомлюсь. И он сразу спрашивает, а почему? Потому что тебя могло потерять вчера, ты будешь думать обо мне. А он тебя там не был один. И в доме у людей, когда бываете, какая-то палочка стоит. Никогда не заходите. Детей к этому приучите. Не по совести. Открыл дверь, крикнул. Никого нету. Развернись, уйди. Не заходи. Если можно. Ну, бывает какая-то нужда с чем-то послали, поставить на стол. Ну, это редкие случаи. Все надо делать по совести. И Павел говорит, молитесь о нас. Он говорит, помолитесь обо мне. Ну, что я поминул и все. Нет, конкретно. Ибо мы уверены, что имеем добрую совесть. А теперь, если не добрую совесть, зачем молиться, бесполезно молиться выходит. Сколько связано с совестью. Потому что мы во всем желаем вести себя честно. Во всем. В великом, в малом, в обхождении, на службы. Как стоять. Надо трудиться. Утруждать себя. К титу 3.1.2. Напоминай им. Повиноваться и покоряться начальству и властям. Быть готовыми на всякое доброе дело. Никого не злословить. Быть несварливыми, но тихими. И оказывать всякую кроссость ко всем человекам. Это пишет титу. А тит над острым критом епископ. То есть, каждая страна, фактически, в лице тита получает это наставление. Как? По совести. И включим в себе эту молитву. Господи, а что будет со мной, когда я со старик? А если совесть сегодня не пробудилась, делается сварливость, недовольство. Недовольство детьми будет. Большое недовольство. Если сегодня радости в детьми нет заниматься, вас самые большие огорчения ждут в доме. От соседа можно уехать, поменять место, через дом переселиться. От ребенка никуда не уйдешь. Это еще не все. Еще и муки придут. А почему? И ты тогда скажешь, поступал ими по совести, не уделил времени. А это немного надо времени. Если такой алтарь надо строить, нанимать, то алтарь в душе ребенка установить очень просто. Одна минута, дети, нам все было дано. Давайте поблагодарим. Я не одного ребенка, я его у вас не видел, который не захотел бы молиться. Даже на колени встал, они сразу все опустились на колени. Да благословит нас Господь, услышит глас апостола Павла, ибо он с нами сегодня. И да пробудет нашу сону, и с одной этой песней, чистой, святой. Аминь.